Смотри, малыш, друзья. Друзья у тебя появились. Девчонки бежали, сейчас кричали по всему огороду. Папа приехал, чудовище привез. Посылка от наших зрителей. Это результаты работы последних дней. Добро пожаловать на остров Сицилию, на наш апельсиновый хутор. Наверное, многие из вас, кто нас смотрит, у вас огородный сезон уже закончился. Летний период подходит к концу и вы готовитесь к зимней паузе. У нас на Сицилии все по-другому. Мы огородничаем круглый год. И как раз сейчас после жаркого лета сентябрь у нас был прохладный для нашей климатической зоны. Ночью у нас температура опускалась даже до плюс 15 градусов, что типично скорее для зимы. Октябрь обещают очень жарким и солнечным. Вернемся к огороду. У меня в огороде появились новые грядки. Я после августовской летней паузы радуюсь опять начать работать на земле, высаживать новые зимние культуры. Запаслась сегодня семенами и рассадой зимних культур. И начну сегодня делать первые посевы и высаживать зимнюю рассаду. Но обо всем по порядку. Хозяйка в огород идет и все стаи за ней. Кто кормит, затем и бегают. Идем за травкой, за зеленой. Курчик выпускать будем. Пусть гуляют на свободе. И цыпленка тоже. Пойдемте. Ой, мило подтянулась здесь. У нас когда девочки или Филиппу котов или собак зовут, они не приходят. Всегда кричат мне, мама, позови котов. Филиппа тоже, позови котов, позови собак. Я крикну, летят на всей скорости. А после дождя травка зеленая, выросла. Цыпленочку отнесем. На выход, девчонки. Сейчас покормим. Ночью дождь прошел. Уже не первый у нас дождь прошел. Второй, по-моему. За короткое время других, к сожалению, топит. Но мы дождю рады. Соскучилась земля за дождем. Завтракать! Так, здесь у нас мама, курица Лили. С ее единственным цыпленком. А мы думаем, что это единственный сынок. Получилось, и у нее вылупился петушок будущий. Пока курица у нас гуляют в саду, маму с цыпленком выпускаем в основное большое помещение, в светлое. И даем им здесь погулять. Мама о нем до сих пор еще заботится. Правда, уже когда кур выпускаем, и она бывает иногда следом убегает, за ним не смотрит уже, бежит он следом или нет. Его еще пока не выпускаем, боимся, что или собаки, или кошки в кусты загонят. Он защитить себя еще не сможет. Мама уже, как я говорила, оставляет его иногда. Может быть, тоже не защитит. Поэтому осторожничаем, не выпускаем еще. На улице он иногда у нас в клетке сидит, когда нет опасности дождя. Выносим и садим его в клетку на улицу, которая сверху закрыта и по сторонам, а снизу открыта, без дна. Там он может рыться в земле. И стоит она у нас в тени под деревом. Лили уже яйца начала нести. Четвертое яйцо снесла. Это сегодня вот наше четвертое яйцо. Мама-курица начала нести яйца. Так, ну вы здесь сами разберетесь, а я в огород. Собаки чумазые. Все сосед поля вспахал. Они первым делом, конечно, туда побежали. Плюс дождь еще был. Все искупались там в земле, как следует. Белло кусок сала дали. Бежал, сразу яму вырыл, метр, наверное, глубиной. Он копает у нас лапами, закапывает носом. Сало туда все сложил, носом закопал. Белло пришел весь домой другого цвета. Красный весь пришел от красной земли. Он сейчас уже немного очистился, отмылся. Да, Белло? 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 Где мой Белло? А где Белло? Кто Белло здесь? Кто? Ты, Белло! Все, идем работать. Я вам в прошлом видеоролике рассказала, что мы наш огород примерно в середине августа забросили. После того, как у нас сгорела часть овощей, часть сладкого перца и помидоры. Это не означает, что мы их вообще не могли использовать. Мы их переработали. Но затем оставили расти траву. Трава выросла с меня ростом почти. Но это спасло сладкий перец и спасло помидоры. Вот в самый пик жары как раз. Теперь трава, естественно, начала, отцвела. Появились у нее семена. Ее срочно-срочно нужно убирать. Мы хотим сделать в огороде полностью новую структуру. У нас сейчас грядки проходят вот здесь, с левой стороны. Вот так вот в длину. То есть у нас грядки очень длинные. Между ними есть проходы. И, соответственно, как проходят грядки, так у нас проходит система орошения. И вот эти длинные грядки мы хотим пустить в другом направлении и сделать их более короткими. Потому что на таких длинных грядках у нас не получалось сажать только одну культуру. Если у нас росли помидоры, например, с баклажанами или какие-то там две другие культуры, трудно было так подобрать, чтобы вот две-три культуры росли, которым нужно много воды или которым нужно мало воды. И получалось так, что у меня, например, в конце росли культуры, которые любят воду, а здесь вначале те, которые воду не любят. И когда я начинала поливать, у меня поливались обе культуры, что в итоге негативно сказывалось на росте, на развитии культур. Поэтому в огороде мы хотим создать абсолютно новую структуру. Для этого нам нужно огород очистить от сорняков. Я уже несколько дней работаю в огороде. Сейчас я вам покажу, какая была общая картина в начале. Здесь у меня еще последние помидоры. Вот так примерно выглядел весь мой огород, весь. Вот сладкий перец до сих пор стоит в траве. Здесь кукуруза, которая уже отошла. Я ее специально оставляла. На нее сажала, около нее сажала фасоль, которая плелась кверху. То есть некоторые культуры отошли, другие еще растут. Так, ну с чего я начала? С того, что часть огорода уже убрана. Осталась мне, наверное, пятая часть еще. Вот здесь у меня уже более-менее порядок. Кукуруза, посмотрите, набрала уже початки. Это уже второе поколение или третья даже в этом году кукуруза. Ее немного, но есть какая взошла. В общем, здесь огород убран. Оставили еще старые помидоры. Я закрыла часть, там где проблематичные зоны, особенно у меня, картоном. В надежде, что мне это облегчит работу. Но какое-то время там пока овощи сажать не будем. Оставим только картон. И воспользуемся пока другими грядками. Так, первое было, что в огороде будет новая структура создана. И второе, вторая новость, огород мы будем уменьшать. В огороде прежде всего работаю я сама. У меня, кроме других забот, кроме Ютуба, кроме огорода, кроме семьи, детей, уборки и тому подобного, у меня появилась еще одна обязанность. Это сдача гостевого домика. Отвечаю на все запросы, даю всю информацию. То есть какое-то время уходит на это. Плюс к этому добавится уборка апартамента. Это подготовка его к новым гостям. И как бы этого не хотелось, только расширяться по всем направлениям это невозможно. Нужно знать и искать свои границы. И поэтому огород немножко мы решили уменьшить. Уменьшить до той степени, чтобы хватало овощей нам. И чтобы можно было угостить гостей апельсинового хутора, которые снимают у нас гостевой домик. Я начинаю работать в последней части запущенного огорода. Затем уже начнем убирать систему орошения, прокладывать ее заново. И высаживать зимние культуры, такие как капуста, а также делать новые посевы. Сеять редис, шпинат, салаты и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Без вас ничего не обходится. Так, огород я дополола до конца. Филиппо уже переложил первые трубы. Это основная труба, от которой отходят более тонкие трубки, которые уже идут в грядки. Она у нас лежала там с той стороны, это крупная труба, где стоит Филиппо. Теперь мы ее перенесли на эту сторону и к ней будем насаживать тонкие трубки, которые пойдут вот так по огороду. Таким образом образуются более короткие грядки, чем были у нас до этого. Решили воспользоваться нашим помощником машиной, чтобы сделать новые грядки. Первые две уже сделали. Филиппо прошелся здесь машиной туда и обратно. Земля после дождя влажная, мягкая. Работаем с препятствиями, потому что и там, и здесь растут еще овощи. Не все хочется нам еще убирать, поэтому такой переходной период будет немного сложный. Но затем все это нормализуется. Здесь у нас, например, посреди грядки будет стоять баклажан. Грядку мы сейчас продлим и получится баклажан будет стоять посреди грядки. Их мы убирать тоже еще пока не хотим. Сейчас Филиппу распашет с этой стороны. Так а здесь грядка будет начинаться. Здесь земля более твердая, потому что здесь были дорожки, где мы ходили. Земля плотная. Осталось мне выбрать корни. Сейчас пройдусь граблями. И будут у меня первые две грядки для шпината и редиса. Еще немного. Еще немного. Да. Да, это хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь у меня две грядки с капустой. С левой стороны брокколи. Брокколи я высаживала вместе с календулой. Так я обычно сажаю капусту. Будет защищать капусту от бабочки-капустницы. У нас сейчас зимой пойдут дожди, остров зацветет, появятся бабочки, различные насекомые. И вместе с ними бабочка-капустница. Здесь белокочанная капуста. Она у меня посажена вместе с салатом и также с календулой. Между двумя растениями капусты у меня сидит салат. Капуста на острове растет огромная, с огромными листьями, огромными кочанами. А благодаря сицилийскому солнцу... Поэтому оставляю достаточно расстояния между капустой, чтобы она могла расти и развиваться. Пока капуста достигнет таких размеров, салат мы уже срежем. Поэтому сажаю между капустой салат. Пока бабочка-капустница еще не появилась, у нас есть другие вредители. У нас очень много голубей, которые сильно любят капусту. Ставим первые дуги, чтобы закрыть растение сеткой. Первые дорожки замульчировали. Это как раз та самая щепа, которую Филипп сделал из наших мандариновых деревьев, росших около дома. Сейчас еще пройдусь по другим грядкам быстро. Есть такие культуры, которые я пересадила из других грядок, пока грядки были в другом направлении. Здесь у меня молодой базилик выселился, сам пересадила в грядку. Мангольд срезала его и также пересадила. Посеяла морковь, свеклу. Все те растения, которые в огороде еще могут пригодиться, с которых можно собирать урожай, мы оставили. Поэтому здесь, вы видите, посреди грядок везде растут баклажаны. Некоторый базилик еще сохранили. Острый перец, сладкий перец, укроп. Рядом с мангольдом и морковью оставила одну грядку под другие сорта капусты. Здесь в следующей грядке пересадила петрушку. Пересадила петрушку, потому что мы сейчас без петрушки, чтобы у нас она быстрее выросла. Рядом посадила лук на зеленые перья. Здесь, смотрю, уже первый пробивается. Дальше грядку оставила опять пустой. Здесь я буду сеять редиску. Ее посеять еще не успела. Уже посеяла шпинат. Посеяла целую длинную грядку зеленого горошка. Зеленый горошек очень любят дети. Также его часто используют в итальянской кухне. Рядом две грядки с капустой и салатом, которые мы уже закрыли сетками. Кроме этого, я на зиму буду сеять репку. Различные сорта редьки. Различные сорта салата, рукулю. И обязательно сельдерея и фенчель, без которых итальянская кухня не обходится. Это результаты работы последних дней. Оставайтесь с нами, следуйте нам. Будем собирать вместе урожай. Филипп ездил в порт сегодня. К другу, к своему, за рыбой. Говорит, на сорок дней скоро лодки остановятся. Будет паузу делать. Филиппа, везу, бляймзи, штейн, дебуты. А, чтобы рыбы могли опять размножаться спокойно. Без того, чтобы их вылавливали. Чтобы много рыбов было в море. Поэтому на сорок дней рыбацкие лодки уйдут. Сделают паузу. И Филипп сегодня еще рыбки привез. Привез вот такого огромного краба. Девчонки бежали сейчас, кричали по всему, по всему огороду. Папа приехал, чудовище привез. Это где у него перед, где зад? Это рот у него? Правда, зубы какие. Мам, мам, я страшный, правда, какой. Лизка, ты права, какой страшный. Посмотри, какие зубы у него. Где зубы? А Филиппу там вот где показывает, это вот он клешнями своими туда в рот кладет еду и так ест. Чудовище. А мы из него сейчас вкусный ужин приготовим. Нет, не суп, а пасту папа сделает. Этот краб нам понадобится только для соуса. Здесь у нас содержимое еще одной рыбы. По-итальянски она называется панокки. И по-сицилийски чекали. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Это Филиппу ее уже сегодня распотрошил. Ее Филиппу будет тоже использовать для соуса вместе с крабом. Чекали мы уже убрали в морозильную камеру. Сейчас открою и вам покажу. Вот так вот они выглядят. У них внутри мяса тоже немного, но вот соус с них получается очень-очень вкусный. И также их можно еще готовить, наполняя панировочными сухарями. И в принципе едят потом только панировочные сухари. Они впитывают сок чекалии, сок рыбный, и получаются очень вкусными. Вот эту вот начинку потом с них едят, наполненную рыбьим соусом. Также нам понадобится паста. Соответственно, будем готовить пасту с рыбьим соусом. Оливковое масло и чеснок. На этом все. Пока папа ужин будет готовить, девочки на свежем воздухе учат уроки. Соня, ты что делаешь, математику? Ах, да. Или пытаешься все делать, да, уже два часа? А Соня побегает, побегает, поиграет, опять садится. Мама, а Том опять взял. Сейчас посмотрим. Том в это время ворует креветки и ест. Том, я тебя только что тунцом накормила. Растет еще. Но кушает. Очень хорошо ест. Вкусная креветочка, да, Том? Свеженькая, только что с рыбацкой лодки. Я сейчас почищу креветки. Креветки мы заморозим. Как раз на то время, а пока рыбацкие лодки в море не будут выходить. Сейчас посмотрим, что там еще Филиппу получилось сегодня привезти. Здесь у нас дополнительно на улице холодильник второй стоит. для всего, чего у нас много. Это саури. Рыба, которую лучше всего жарить на костре. Ее мы пожарим завтра. Завтра в обед. Девочки придут со школы и будем кушать саури. В общем, запаслись рыбкой. Значит, всего нам понадобится масло, чеснок и еще вино. Вино наше с бочки домашнее. Филиппу размял чеснок. Добавляет оливковое масло в сковороду. В это время краб наш варится в небольшом количестве воде, чтобы соус был покрепче. Запах стоит прям рыбы и море. Цвет чудовище наше поменяло. Стало красного цвета. Так, Филиппу на оливковом масле слегка обжаривает чеснок, но не до золотистого цвета, прям слегка-слегка. И добавляет соус от чекалей. Вот все, что в них внутри было содержимое чекали. Очень насыщенный вкус у них. Прям такой вот вкус рыбы, вкус морепродуктов. Посмотрите, как нагревается и как изменяется. Белок, да, наверное, раз так скручивается, так вот прям твердый становится. Прям как белок от яйца выглядит. Запах, обалдеть. Открываем бутылочку с вином. Филиппу добавил вино. Все еще раз перемешивает. Все? Фертий. Готово. Готово. Буквально одна минутка, да, все это прокипело? А, кухон. Важно, чтобы было много соуса, потому что Филиппу спагетти отварит слегка и затем отбросит их на дуршлаг, переложит в сковороду, и там они еще дойдут вот прям в этом соусе и напитаются соусом. Запах чеснока, оливкового масла, морепродуктов и вина просто обалденный стоит. Очень-очень заманчиво. Траб наш сварился. Буквально пару минут Филиппу тоже его варил. Соус прям темный, да, получился от него? Вкусно пахнет, да, дочь? Да, очень. Страшный, но пахнет вкусно. Видите, внешний вид не всегда решающий, да? Да. Содержимое намного важнее. Содержимое краба сливаем в сковороду. Также достанем мясо из лапок. Добавим тоже соус. Мясо. Мясо. Вкусно, да? Немного, но вкусно. Так, пасту Филиппо сварил до полуготовности. И еще до готовности сварит ее в соусе. Так она напитается вкусным рыбным соусом. Соня, держи. Спасибо. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Смотри, малыш, друзья у тебя появились. Будем знакомиться. Соня, будешь ты его сажать? Да. Внутрь, давай. Да, да, да. Испугался уже. Дай маму придержить сетку. Твои друзья? Твои друзья? Посмотрим сейчас, понравится ему компания такая или нет. Сейчас знаешь, что сделаем? Сейчас мы еды насыпем им, и они-то все побегут. Вот так он даже внимания не обращает. Смотри, Соня. Два клубочка сидят, да? Да. Поставим сюда. Да. Каждый работает на своем месте, интересы пока друг другу не показывают. Соня переживала, что щипать большой будет их, клевать. Но пока ничего. Как будто и нет других, да, рядом. Такой. Охрана не спит. Охрана не спит. Охрана не спит. Еще один знакомится пришел. Охрана не спит. Охрана не спит. Продолжение следует... Продолжение следует... Лейку мы здесь долго искали себе. Хотели алюминиевую лейку. Долго искали, но нашли потом все-таки. Есть у нас теперь алюминиевая лейка. Спасибо огромное подписчикам за подарок. Я уже благодарила за этот подарок и говорила, что у нас никаких ожиданий нет подписчикам, чтобы нам подарки слали. С выше всех ожиданий очень благодарны, большое спасибо. Еще сегодня испробуем их, да, ножницы? Огромное спасибо Анне и ее мужу из Германии. Сейчас сразу и спробуем ножницы. Отлично лежат в руке они. А здесь у нас поросль на оливках. Видела, Лисех? Такие маленькие ножницы, такие острые, да? Очень ножницы острые. Вот оливковое дерево, даже у него поросль очень твердое, отлично режет. Можешь тоже попробовать сейчас это. Видела, как режут? Угу. Секунду. Режут, как масло. Очень острые ножницы. Мы от ножниц в восторге. Сейчас Лисеша еще попробует. Еще раз большое спасибо. Так. Так, все загорелись. Поработать в руках с новыми ножницами. Я на сегодня скажу до свидания. Желаю вам всего только самого хорошего. Успехов в огородничестве и садоводстве. Пока и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok